Наша сегодняшняя тема – числых талантов. Есть более ста разных определений последовательных талантов. Давайте начнем не с самого простого, но, пожалуй, с самого симпатичного взятия определений. Возьмем треугольник, квадрат, только квадрат нарисуем два раза, его нарисуем пять раз. И каждую из этих фигур разделим диагоналями на треугольники. Получилось один единственный способ для треугольника, два способа для квадрата и пять способов для треугольника. Легко, если вы порисуете, видеть, что больше никаких способов в принципе осветить. Давайте теперь возьмем шестиугольник и спросим себя, сколькими способами выпуклый шестиугольник может быть разрезан на треугольнике. Только, внимание, разрезан диагоналями. Причем диагонали не должны пересекаться внутри этого шестиугольника. Так, ну давайте думать. Возьмем, выделим какую-нибудь одну сторону и зададим вопрос. Как выглядит треугольник разрезания, у которого эта сторона является одной стороной? Возможен вот такой вариант. Запуск возможно. И если я взял такой вариант, то у меня на самом деле отделился пятиугольник. А вы знаете, что пятиугольник можно разрезать ровно пятью способами. Я прохожу и делаю фактически то же самое, что у меня уже сделано чуть выше. Вот все способы разрезания, при которых нижняя сторона входит в такой треугольник. На самом деле есть еще масса других вариантов. Смотрите. Когда у меня есть шестиугольник, то, возможно, такая вот ситуация. Вариантов не так много, между прочим. Статья шестиугольник. Давайте посмотрим, что это за вариант. Я все время обращаю внимание на выказанную сторону. Вариант либо вот такой, либо такой. Хорошо. Еще два варианта нашли. Да-да-да, все правильно, есть еще. Если вы возьмете вот такой треугольник, то смотрите, что у нас будет происходить. Так, я немножко криво рисую шестиугольник, но надеюсь, меня простите. То можно провести диагональ. Либо так, либо так. Значит, смотрим. Здесь вариантов у нас пять штук, здесь два, здесь два, уже девять вариантов есть. И очевидно, есть еще пять вариантов вот таких. Давайте уж для полноты картины я все это нарисую. Так, раз, два. Так, вот здесь, здесь вот у меня. И это все в таких случаях, которые вы успеваете рисовать. А давайте я здесь подниму еще два шестиугольника изображу. Так, так, и так. Так, все, пять вариантов. Теперь разбиваем пятиугольники диагональными. Можно вот так, можно так. Вот такой есть способ. Дальше есть способ вот такой. И, наконец, мы с вами поняли, что разрезать шестиугольник можно в четырнадцати способах. Ровно четырнадцать вариантов для того, чтобы разрезать выкатый шестиугольник диагональ. Сейчас я, разумеется, должен взять семиугольник, восьмиугольник, девятиугольник и так далее. И для каждого из этих случаев должен сообразить, сколько же будет способов. Но понятно, что лучше придумать какую-то закономерность. Лучше понять, как можно было решить задачу для шестиугольника, не рисуя все эти картинки, а немножко подумав. Вот, давайте посмотрим. Семиугольник. Вот представьте себе, такой вот выкатый сиугольник. Точно так же, как для шестиугольника. Мы с вами должны выбрать некоторую его сторону. Давайте вершины обозначим двумя буквами. А и Б. И задать нужно себе несколько вопросов. Первый вопрос такой. Сколькими способами можно разрезать семиугольник, если одним из треугольников разрезания будет тот, что сейчас показано? Так, давайте я вершины обозначу, чтобы было проще говорить. Значит, итак, при наличии треугольника АБЖ задача сводится к разрезанию такого вот шестиугольника. А про шестиугольника мы решаем задачу. Здесь получается, разумеется, 14 способов. Я теперь стираю этот отрезок, рисую отрезки АФ и БФ, и говорю, что если одним из треугольников является АБФ, то автоматический треугольник АЖФ тоже будет одним из треугольников разрезания. И задача сведется к пятиугольнику ВЦДЕФ. А для пятиугольника, как известно, 5 способов. Хорошо. Стираю и эти линии. Рисую линии АЕБ. Здесь ситуация намного интереснее, чем была только что. Потому что сначала у нас просто треугольник отрезался, потом отрезали, и остался один треугольник, и выпадали треугольник. А сейчас с обеих сторон осталось что-то интересное. А именно и здесь, и здесь четырехугольники. Как известно, четырехугольник можно разрезать или вот так, или вот так. Согласны? Двумя способами. А это значит, что здесь у нас есть выбор между двумя линиями. Точно так же, если вы посмотрите на ВЦДЕФ, там можно будет проводить линию или так, или так. Опять-таки, выбор одного из двух вариантов. Мораль. Дважды два. Дважды два. Естественно, я продумываю сейчас эту работу, и видно, что осталось совсем немножко. Осталось совсем немножко. Если треугольник выглядит вот так вот, А, Д, В, то отрезался треугольник, остался пятиугольник. Для пятиугольника пять вариантов. И, наконец, последний случай. Если А, В, С, то 14 вариантов. Считаем. 14 плюс 5 плюс 4 плюс 5 плюс 14. Сколько будет? 42. 42. Вот оно, очередное число. В последовательности талантов. Сейчас я рисую вам восьмиугольник. А вы, пожалуйста, ровно таким же рассуждением... Кстати, вопрос, как рисовать восьмиугольник? Совет очень простой. Восьмиугольник – это два раза по четыре. А рисовать... Наверное, четыре раза плохо. Это четыре раза плохо. Так что нарисовать восьмиугольник очень просто. Мог бы, конечно, и покрасить. Красивее. Опять, берем сторону А, В. С, Д, Е, Ф, Ж, Х. Ваша работа. Для каждого из вывязанных треугольников... Ну, давайте я пойду напротив часовых сделок. А, В, С. А, В, Д. Да, да, да. А, В, Е. А, В, Е. Абсолютно верно. Требуется для каждого из этих случаев написать, сколько же будет вариантов. Так. Важмем вот эту сторону. Не надо рисовать. Надо писать. А, В, С, если отрезаем, сколько будет вариантов? А, В, С отрезаем, получится 42 вариантов. Пишите число 42. А, В, Д, отрезаем. Получится... 6 вариантов. Неправда. Сколько? 15. Это будет 15. Неверно. Да? 14. 14, конечно. Когда отрезаем треугольник А, В, Д, то фактически у нас... Что получается? В, С, Д тоже отпадает и остается шестиугольник. А для шестиугольника 14 вариантов. Отлично. А, В, Е. А, В, С. Ладно, это уже можно нарисовать, иначе боюсь, что запутаетесь. Если мы отрезали А, В, Е, то остался четырехугольник и пятиугольник. С четырехугольник, это у нас два способа. Давай пиши два. А пятиугольник у нас пять. Да. Очень важно, что в этом месте стоит знак умножения. Дело в том, что такую линию, как равна, или такую, пять вариантов есть. Пять плюс пять. Или то же самое, пять умножить на два. Десять вариантов. Отлично. Пишем дальше. А в Р тоже десять вариантов. Конечно. Пиши пять умножить на два. Так, десять вариантов. Отлично. Дальше. Садитесь. А в Р же у нас четырехугольник? Конечно. В Р же у нас четырехугольник. А в Р же у нас два. Да. Сейчас, садитесь. Ребята, обратите внимание. Казалось бы, это вовсе не самогласен. А его не научили простой идеей проделок. Если бы догадался чуть-чуть отступить, было бы гораздо красивее, гораздо понятнее. Ну, ничего. В любом случае мы можем посчитать 42, 14, 10, 10, 14 и 42. Сколько будет? Три. 132. 132. Отлично. Мы нашли очередное число к таланту. В таком духе я мог бы проводить сегодня занятие до ночи. Рисовать очередной многоугольник, для него выписывать все эти треугольники и так далее, и так далее. Но давайте-ка я объясню, как можно решить ту же самую задачу, потратив существенно неучмело. Ребята, смотрите. Смотрите. Я только решите мне писать единицу. Сейчас расскажу, как можно было число 132 найти, не рисуя, против. Выписываю. 1, 1, 2, 5, 14, 42. И те же самые числа 42, 14, 5, 2, 1, 1. В каждом столбике, перемножаю, получаю ответ 42, 14, 10, 10, 14, 42. Складываю эти числа и получаю ответ 132. Это абсолютно ту же самую, что мы здесь делаем, только без вырисовывания треугольников. Задача. Найти следующее число последовательных степенов. Я, разумеется, для вас заготовлю таблицу. Я, разумеется, заготовлю для вас таблицу. А вы должны приписать следующую строчку, произвести умножение, сложение и написать окончательный ответ. Прошу вас. Так, молодец. Лесной двойку мне так пишут. Пожалуйста, напишите двойку, нормально. Один раз в жизни, нет, надо просто то, что написал неправильно, надо их убрать и написать без ошибки. Например, один раз приучить себя правильно написать цифры, буквы, проблем дальше не будет. Работаем. Подводим черту, пересоставим. Перемножаем, да. Перемножаем, да. Если неправильно написал цифру, надо убрать и написать правильно. Сравните, пожалуйста, две страницы. Когда писал я, казалось, что место больше, чем надо. Строчка, которая написана сразу под моей, делает вид, что место меньше, чем надо. Ну ладно, ладно, я так ворчу. Какой же будет ответ? День будет 174 плюс 25. Это будет 197 плюс 28. Все, все, уже ошибся. Какой ответ? 429. 429. Ответ. Действительно, ответ 429. 429. Давайте сделаем так. В качестве тренировки быстренько посчитайте еще три числа. Я не буду даже в доске никого вызывать, просто считайте, считаем. У меня, впечатляем, они написаны, я помню все это. Быстро считаем, просто чтобы убедиться, что вы все поняли. Табличка, выписываем числа. То есть сейчас нужно выписывать числа. 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429. Под этими числами пишем их в обратном порядке. Быстрее. Перемножаем, складываем. Как только кто-то получил ответ, сразу, пожалуйста, пробел дальше достаточно большой. Пробел, да, 1. Не надо спитую. Спитую берите, пожалуйста. Так, такой же по размеру пробел. Пишем число 2. Пожалуйста, не меньший по размеру пробел не надо мельчить. У вас места очень много. Да. Вас просили сделать пробел. Почему вам этого места не хватает? Москвичей испортил квартирный вопрос. Понимаете? Люди живут так не потому, что нельзя, а потому, что очень хочется толкаться. Заметьте, да? В ситуации, когда места более чем достаточно, человек все равно хочет толкаться. Это очень грустный такой синдром спертости. Вы хотите жить плохо? Вы хотите обязательно пихаться локтями? Так, 14, да. Такой же пробел. 42. 132 и 429. 132 и 429. Согласитесь, что у вас идеально все обошло. Правда? Да? Давайте, быстрее. 429 и так пишутся. К вопросу о Елене начальной школе и так далее. Сейчас начальная школа во многих случаях не учит писать цифры. Правильно. То есть, кто-то научился до какого класса? Какой у вас класс? Да. Да. Четвертый класс, да? То есть, человек четвертый класс в школе, а цифра 9 для него еще загадка. Как же ее пришлось? Вот, ошибся. Надо писать одно число под другим. Если у нас написаны числа 1, 1, 2. Вот, заметь, я просил делать пробел. Для 429 надо писать нормально, чтобы было под единицей, чтобы здесь было написать число 132. 9, пожалуйста, напиши правильно. Ты никогда не научишься. Если тебе это сказали. Понимаешь, в четвертом классе не поздно учиться писать девятку. Не поздно. Учи, пожалуйста. Рисуешь кружочек и линию. Это надо было сделать в первом классе, но тебе это не объяснили. Ты станешь сейчас. Учиться ничему не стыдно, ни в каком возрасте. Сейчас посмотрим. Отлично. Вот теперь подводим чем-то. Что? Что 427? Что здесь делать? Что достать? Подвинул доску. И после этого собираешься двигать стенку. Второй коммунитарный корпус очень тяжелый. Не может школьник, толкнув стенку, передвинуть этот корпус даже на 10 сантиметров. Даже на 1 сантиметр не передвинешься. Даже на 1 сантиметр не передвинешься. Даже на 1 сантиметр. Давайте. 132. Ребята, пока он пишет. Давайте я для ускорения, иначе у нас слишком много времени на это. Прочитаю число каталан. Первое число каталан. Единица. Второе – единица. Третье – двойка. Четвертое – пятерка. Пятое – 14. Шестое – 42. Седьмое – 132. Восьмое – 429. Девятое число каталан. Девятое число каталан – это 1430. Десятое число каталан – 4862. Одиннадцатое число каталан – 16796. Двенадцатое – 58786. Двенадцатое – 208012. Двенадцатое – 208012. Смотрите-ка, очень немало целей. Казалось бы, не так много сторон соответствующего многоугольника, а количество вариантов разрезов в треугольнике совершенно огромное. Что? Да. Сколько всего их чиселы? Бесконечно много. Вы можете увеличивать. По этому принципу… Нет, у меня здесь книжки только до 33 написано. Просто нельзя же превращать книжку в перечисление. Посчитать, разумеется, на компьютере можно и гораздо дальше. Так, ну все. Давайте на этом садитесь. И мы приступаем к следующей нашей работе. Значит, помимо определения чисел каталана через выпуклые угольники, есть и другое. Даже, как я вам в самом начале занятия сказал, есть примерно сотня. По-настоящему разуме примерно три десятка. Вот так вот, что действительно по-настоящему разуме. Но если маленькие вариации смотреть, то, конечно, можно насчитать и сотни. Разных определений чисел каталана. Я сейчас расскажу вам определение, которое использует произведение. То есть, мы будем сейчас изучать разные способы вычисления произведений. То есть, работа активная. То есть, если нам дали два числа, то перемножить их можно, собственно говоря, единственным образом. Надо просто умножить. В любая три будет одно число, которое нажимаете на умножение, получаете ответ. А вот если нам дали три числа, то есть такие способы. Можно умножить первые два, потом на третье. А можно первое умножить на произведение второго и третьего. Как это можно изобразить диаметически? Вот так же. Здесь посчитали произведения А и В, а в этом месте произведения АВ на С. Здесь посчитали произведения чисел В и С, и здесь нашли А умножить на ВС. Вы можете мне сказать, что можно было А и С умножить, и потом результат умножить на ВС. Согласен. Но мне сейчас интересны только те способы, когда буквы нельзя переставлять. Можно только группировать. Давайте нарисую сейчас дерево побольше и обсудим, как при помощи такого дерева можно вычислять произведения местных тех чисел. Вот, например, АВСДЕФЖ. Представьте себе, что я могу объединить А и В. Могу объединить, например, Е и Д. Потом С добавить к тому, что получится. Вот здесь у меня произведение ДЕ. Здесь произведение С на ДЕ. Дальше, например, добавить букву Ф. Получится так. С умножить на ДЕ и все это умножить на букву Ф. Потом перемножить это с тем, что будет здесь. А здесь у меня, между прочим, АВ. Пишу, что получится. АВ умножить на такой вот результат С, которое умножить на С, которое умножено на ДЕ. Все это в скобках умножить на Ф. И это, в свою очередь, в скобке. Ужас какой-то. И теперь еще. Надо все это умножить на Ж. Так, поскольку я здесь не очень красиво написал, давайте я напишу в скобке. ЗА. Значит так. Скобка открывается. Скобка открывается. АВ. Скобка закрывается. Две скобки открываются. С. В скобках ДЕ. Даже еще вторая скобка закрывается. Вот эта. Дальше Ф. Дальше две скобки закрылись. И дальше Ж. Вот такое произведение вычислено при помощи такого дерева. Значит. Да, да, да. Дерево это практически дерево. Ребята, чтобы вам было видно, как скобки. То есть у любой открывающей скобки всегда есть соответствующие ей закрывающие. Я вот так вот снизу провел дуги для того, чтобы вы видели, где скобка, которая соответствует открывающим. Так. Отлично. А теперь задача. Для четырех букв найдите все способы. Выпишите. Здесь я для семи букв, поэтому вариантов для семи букв, кажется, многовато. Не хочу, чтобы вы это делали. А вот для четырех букв абсолютно реально. Работаем. Рисуем. 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 Смотрите. Здесь у нас есть такая штучка. А можно было, разумеется, наоборот. И таким образом у меня все варианты, когда D умножается на произведения AB и С, нарисуем. Значит, что здесь? AB умножается на С, а результат на D. Теперь смотри, можно было так. А на П, С на Д и перемножить. При помощи скобок это рисуется вот так. Ну и есть еще два варианта вот таких. В одном случае П и С умножаются. Результат на Д и то, что получится на А. А в другом случае сначала С и Д, потом на Б и потом на А. Так, я уж не буду здесь везде подписывать, только в одном месте. А, Б, С, Д, здесь А, Б на А, С, Д. Заметьте, получилось то же самое число 5. Возникает ли путь? Значит, если мы возьмем не 4 числа, не 4 буквы А, Б, С, Д, а 5, то должно получиться сколько вариантов? А, Б, С, Д, Я. Есть случай, когда А умножаем на произведение, непонятно каким образом посчитанное, букв В, С, Д, Е. Таких вариантов 5 штук. Поскольку мы только что для 4 букв все варианты нарисовали. Второй случай. Перемножаем отдельно А, Б и отдельно С, Д, Е. Таких вариантов два. Потому что либо С, Д, на Е, либо С, на Д, Е. Дальше. А, Б, С умножаем на Д, Е. Тоже два варианта. И, наконец, мы могли сначала перемножить одним из пяти способов А, Б, С, Д. И результат мы могли умножить на Е. Значит, это идея последнего знака умножения. Когда мы производим вычисления, то у нас будут последние действия. Ясно, что в конечном счете это произведение, это или одна буква, или произведение умножается на произведение или одну букву. И у нас получается вот такая ситуация. Для того, чтобы вам стало еще понятнее, самостоятельно напишите 6 букв А, Б, С, Д, Е, Ф. И каждый раз посмотрите, что будет. Либо вот так, 14 вариантов таких. Либо А, Б, на С, Д, Е, Ф. Таких вариантов будет 5 штук. Либо в последней строчке будет у вас так. А, Б, С, Д, Е будет умножаться на Ф. И таким вариантом будет тоже 10. Всего получится 42. Таким образом, последовательность, с которой мы имеем дело, задается той же самая регуриентная формула. Регуриентная формула – это способ вычислить следующее число, зная предыдущее. Так вот, тем же самым способом вычисляется следующее значение. И поэтому мы дали второе определение для последовательности Каталанта. Кстати, нужно сказать, кто такой Каталан. Давайте я прочитаю. Эжен Шарль Каталан. Родился в 1814-м. Умер в 1894-м году. Гильдийский математик. Окончил политехническую школу в Париже. Преподавал там же и в Саргонье. В 1849-м году отказался присягнуть Наполеону Третьему. Предобратите внимание. Казалось бы, что ему? Вот что ему? Профессор математики. Рисует вот такие вот треугольнички. Изучает поверхности вращения. Разные другие поверхности. Так называемый геликоид. Казалось бы, человек бесконечно далек от политики, от всего. Тем не менее, в его жизни были ситуации, причем была не единственная ситуация, когда просто из-за того, что он не был согласен с какими-то там происходящими общественными событиями, он бросал всю работу. Услышите? Это важная история. Это очень важная история. Человек не побоялся бросить преподавание. То есть просто остаться полностью без работы. Я вчера услышал социологический вопрос. 82% населения России считают, ну, собственно, справедливо считают, что в нашей стране этот датный выбор подсчитывается нечестно. 82% населения знают, что их обманут на выборах, да? Что на самом деле выборы нелегативные. 82%. В те времена, поверьте, во Франции было гораздо хуже с интернетом, гораздо хуже с средствами массовой информации. Люди знали гораздо меньше. Тем не менее, представление о том, что когда тебя обманывают, надо не утираться, как это делают наши с вами сограждане, а что-то делать, представление было. Это важная вещь. Подал в отставку знак протеста против каких-то там происходивших несущественных событий. Для нас с вами несущественных. Потому что какая разница, кто там, как, что убрал, да? А ему казалось, что это важно. Так вот, с 1865 года профессор Ешского университета сформулировал гипотезу о том, что такое вот уравнение А в степени Б, Винус С в степени Д равна единице, имеет в больших единицах натуральных числах единственное решение. Три в квадрате минус два в кубе равно одному. Между прочим, эта гипотеза, примерно 150 лет стояла ее доказать никто не мог. Ее доказали буквально парни эталов. Много всего другого сделал в математике. Написал серьезную статью про числа каталана. Но, внимание, то, что мы с вами сегодня изучаем, придумал вовсе не каталан. Это в математике часто бывает, когда называют чьим-то именем не то, что он сам придумал, а то, о чем он или хорошую книжку написал, или хорошую статью, или просто в память о хорошем человеке. Так вот, придумал Леонард Эйвер. И эту картинку с многоугольниками, и многое-многое-многое. Но то, что мы сегодня еще будем делать. Итак, нужно сейчас понять, какая же связь между вот этими разлезаниями, которые, заметьте, я не стирал, хотя казалось бы уже дал бы пора, и способы вычислений моих людей. Да? Может, везде находятся эти числа, смотрите, 5, 2? Нет, числа одинаковые, ответы совпадают. Но кроме того, что ответы совпадают, важно еще понять, почему задача одна и та же. Обратите внимание, что я вам сейчас говорю. Искать способы перенажать числа. Как ни странно, это то же самое, что разрезать многоугольники. Вам не кажется, что я говорю о травяной тупости? Тут геометрия, тут картинки. А у меня на этой доске нарисованы деревья. Вот давайте сравним. Посмотрите на это, посмотрите на это. Неужели вы видите что-то общее? И что же? Ну покажи, объясни. Что же общее между этими картинками? То, что и там, и там белый имел, не предлагать. Я не говорю, белый имел нарисован, да? Белый имел, да, пожалуйста. Геометрия этих линий похожа. Чем? Пойдем. Нет, нет, не серьезно. Не серьезно. Да? Мне кажется, деревня составлена из треугольных фигур. Ребята, не видно, что он серьезно. Не видно он связи. Правда? Признайте. Нет, я, кстати, в этом ничего стыдного не вижу, потому что связь действительно неожиданная. Ребята, давайте подумаем. Я специально нарисовал вот здесь восьмиугольник АВЦД и ФРАЖ и рядом дерево. И задаю вам простой вопрос. Как разрезать восьмиугольник, руководствуясь указаниями этого дерева? И отвечаю. Надо поставить на сторонах наши маленькие буквы. Так, пожалуйста, нарисуйте восьмиугольник и в точности, как я поставил буквы, это сделаете. А дальше я буду потихонечку идти снизу вверх по дереву и буду объяснять, как это рисовать на картинке. Значит, АВ у меня перемножается и дает АВ. Я так и рисую. АВ дает АВ. Дальше. ДЕ. Перемножаются и дают ДЕ. Рисую. ДЕ треугольник. Я уже дошел до вот этих вот точек. Теперь С умножается на ДЕ. Беру ДЕ. Беру С. Рисую соответствующий треугольник и пишу С умножить на ДЕ. Так, я уже сюда дошел. Результат умножается на F. Очень хорошо. Рисую вот такой отрезок. F умножается на С, которая умножена на ДЕ. Так, я уже дошел сюда. Теперь АВ, а мы помним, где у нас АВ. Вот этот отрезок. АВ умножается на то, что мы только что просчитали. Да, пожалуйста. Я должен здесь вот написать АВ умножить на F, которое умножено на С, которое умножено на ДЕ. И, наконец, около этой стороны у меня получится в точности искомое произведение. Значит, пожалуйста, успейте у себя в тетради. Не пожалейте места. Нарисуйте большую картинку. У вас, в принципе, не может получиться, потому что вы пожалели места. А я пошел ровно то же самое рисовать для треугольника, квадрата, пятиугольника и шестиугольника. И просьба вам сделать для всех этих фигурок то же самое. АВ, АВ. Так, каждый раз выделенная сторона – это та, на которой получается ответ. Перемножаем букв на одну меньше, чем сторон у нашей фигуры. Пишем, все получаем, все получится у вас. АВ, СД, АВ, СД, АВ, СД. И теперь вычисляем. Вот А и В перемножились, получилось произведение АВ. С и Д перемножились, получилось СД. Результат АВ, умноженное на СД. Здесь у нас ВС умножается на А. Получается так, А на ВС и результат на Д. Так, ребята, не ленимся. Для каждой картинки, если вы там их слишком мелкими рисовали, значит быстро перерисуйте крупно. Для каждой картинки требуется проставить буквы и посмотреть на то, как вычисляют произведения. И убедиться, что действительно существует взаимно однозначное соответствие. Вообще, в математике очень часто используется это слово. Взаимно однозначное, перерисовывая словосочетание. И поэтому придумали одно слово, которым это длинное словосочетание заменяет. Взаимно однозначное соответствие. Это, коротко говоря, объекция. Взаимно однозначное. Иногда здесь не пишут. Иногда не пишут. Со-от-вет-звея. В чём идея взаимно однозначного соответствия. И почему это так важно в комбинаторике. Вот представьте себе. Я хочу узнать, чего в этом классе, где вы с вами готовите больше. Посадочных мест или людей. Как вы считаете? Почему? Потому что все сидят, а свободные места есть. Согласны? Да. Очень хорошо. А представьте себе, что все места были бы заполнены. И при этом на местах были бы номерки. Один, два, три, четыре. Вы согласны, что в таком случае нам не нужно было бы считать людей, а достаточно было бы посмотреть на последний номер, и мы бы уже знали, сколько всего однозначного. В этом и есть идея использования объекции. Очень часто в комбинаторике... Комбинаторика – это наука о том, сколько способов сделать то или иное дело. Очень часто в комбинаторике бывает так, что у вас есть одна задача, например, задача о разрезании многоугольника, и другая задача, например, задача о вычислении произведений. И вам удается доказать, что на самом деле это решение комбинатора. Это позволяет решать не обе задачи, а только одну из них. Согласитесь, приятная экономия. Итак, AB, здесь вот AB, CD, AB умножается на C, и результат такой. Так, господа, давайте работаем, 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 работаем. И выписываем все варианты. Давайте я скажу так. Все-таки я до конца на доске досчитывать не буду. Есть книжка на беспобеде «Чистые фигуры», есть статья в Квати. Так что давайте остановимся, потому что есть еще несколько очень интересных определений чисел Каталана, и я хочу перейти к нам именно. Ребята, у нас с вами, к сожалению, не было темы треугольников Аскалина. Поэтому лучше всего будет, если вы просто, когда придете домой, скачаете соответствующий файл по другому Аскалию. У нас этот урок уже был просто в другое время. Я сейчас кратенько расскажу. Конечно, это не заменит нам с вами занятия про любое Аскалия, но хотя бы что-то. Треугольник Аскалия устроен в следующий пункт. Мы пишем единицу, и под ним слева и справа единицы. Каждое следующее число – это сумма тех, что стоят над ним сверху, слева и справа. Те числа, которых нет, это считается… Это считается, что… Семьдесят шесть, десять, шесть, двадцать восемь, восемь… Да, что я… У вас ошибка, у кого не длишь шесть, а пятьдесят… Спасибо вам большое. Спасибо. Стыдь на пятьдесят шесть. Значит, господа, вот мы треугольник поставим. Как вы видите, ничего похуже на числа каталона в нем нет. Ну, конечно, двойка и пятерка есть, но… Ну, в общем, явно последовательность каталона в этом треугольнике не решится. Тем не менее, пройдет несколько минут, и вы скажете, что… Да, конечно, мы же знали, что треугольник Паскаля – это то же самое, мы прекрасно это понимали, это все… Двидели речь… Вот… Смотришь, и не видно… А они на месте… Числа каталана в этом треугольнике присутствуют… Давайте я вас немножко интригую… Значит, повторя… Этот треугольник – треугольник Паскаля… Сейчас вам будет нарисован другой треугольник… Который называется треугольник Паскаля… Практически по тому же самому правилу… Очень удобно, что в этом кабинете доска не движна… Ребята, представьте себе, что действительно вот это вот такой край, с которым ничего писать нельзя… Я сейчас начну писать в таких тяжелых условиях… Преугольник Паскаля… Пишу единицу… Я хотел бы написать сюда единицу, но негде… Поэтому вынужден написать ее только сюда… Под ней пишу две единицы… Нормально, это уже не мешает… Один плюс один – два… Сюда пишу единицу… Сюда пишу двойку… Тройку… Единицу… Пятерку… Четверку… Единицу… Пятерку… 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 Четырнадцать… Ребята, четырнадцать… И пять… Убили… Двадцать… Семь… Один… Сорок два… Сорок восемь… Двадцать… Семь… Двадцать… Семь… Двадцать… Семь… Семь… Так… Пожалуйста, не пожалейте бумагу… Семь… 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 Не меньше, чем я… Вы можете… Вы можете все… Надо просто верить в свои способности, и, безусловно, вы все научитесь делать. Так, вот он, треугольник Каталану. По тому же самому правилу он создается, что и треугольник Маскаль. Правило абсолютно такое же, только треугольник Маскаля на огромном, бесконечном и вправо, и влево кресте бумаги, а треугольник Каталана на доске, у которой один край обрезан, и за него заходить нельзя. А вот теперь смотрите на оба двугольника сразу, переводите взгляд свежо-направо, и сообразите, как сэкономить место. А математика во многом это и есть, это и есть попытка понять, что и то, и то, и то, и все одно и то же. Да, покажи. Я понял. Покажи, пожалуйста, пальцы. Не надо ничего рисовать, надо просто выйти и быстро пальчик показывать. Так, надо как-то найти для треугольника Каталана место внутри треугольника Маскаля. Это как бы половина треугольника Маскаля. Числа другие. Ну, потому что... Что такое потому что? Слушай, дорогой, неужели ты не видишь, что числа разные? Мне нужно, чтобы именно числа соответствовали. Форма, конечно, соответствует. Нет, мне же важно не то, что они похожи, как треугольники, а как именно числа. С одной картинки. Как, зная все числа в треугольнике Маскаля, мгновенно найти числа в треугольнике Каталана? Да? Смотрите, по 81 равняю 1. Да. 21 равно 4. 4. Складывать тогда, да? Давай-дам. 4 равно 81 равно. А, вычистить? Да. Вычистить. Молодец, догадался. Не складывать, а не вычистить. Господа, я сейчас отчеркиваю левую половину треугольника, потому что она мне просто нужна. И для понятности прессовываем линии. Мы же с вами договаривались, что в треугольнике Каталя все внешние, все не вошедшие в треугольные числа считаются равным левым. И сейчас я напишу, но только давайте в кружочках, для того, чтобы не запутаться, где какое число. Наши числа. Единица – это 1 минус 0. Здесь опять единица – это 1 минус 0. 2 минус 1 – это 1. 1 минус 0 – это 1. 3 минус 1 – это 2. 2 минус 1 – 1 минус 0 – это 1. 2 минус 1 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 мин Смотрите, у нас возникло число 14, и у нас здесь возникло число 14, и здесь возникло шестёрка, здесь 28. Я треугольник Паскаля рисовал гораздо крупнее, поэтому у меня получилось, что здесь меньше строчек, чем треугольник Паталана. Но закономерность очевидна. Вот эти линии задают нам с вами в точности треугольник Паталана. Вот эти линии задают треугольник Паталана. Разумеете, я сейчас докажу. Не согласитесь, и без доказательства эти линии. Не может быть такое совпадение. Понимаете, случайно может совпасть однозначное число, двузначное. Но, чтобы случайно совпало такое огромное количество чисел, конечно, невозможно. Так давайте же докажем. Что значит докажем? Нужно доказать вот эту вот формулу, что очередное число – это сумма тех, которые стоят над ним слева и справа. Давайте анализируем. Где у нас на этой доске число 20? Вот оно. А нет, я не вижу его. Так, 20 и 28. Ничего не вижу? А, у меня там просто ушло за пределы доски. Неинтересно. Извините. Извините. Давайте я возьму в другом месте. Я возьму в другом месте. Это неудачно. 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 Так. Так. Слушайте, а давайте беремся, что-то я… Я боюсь, что я где-то наплыл. Значит, 1, 3, 4, 5, 6… А, вот, вот я наплыл где-то. Здесь у меня семерки нет, а как только я это рисую, то все будет хорошо. Так. 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 Какое место возьмем? Давайте вот это. 9, 4, 5, 14. Хорошо? Вот. 9, 6, 9 и 5. У меня здесь есть? У меня здесь они есть. Вот 9, 5, а получить надо 14. Отлично. Давайте я этот фрагмент выпишу. Число 9 – треугольник Паталана. Число 5 – треугольник Паталана. И число 14. Вспоминаем, между какими числами они расположены. 9 между 15 и 6 – это числа в треугольнике Паталана. Вот. 5 между 6 и 1. Так. 14. Число 14. Число 14 расположено между числами 21 и 7. Так вот, ребята. Я должен сейчас формулой нарисовать то же самое. Вот этот фрагмент треугольника Паталя с написанными числами я должен сейчас нарисовать буквами. Это очень легко делается. Представьте себе. Число 15 я обозначаю какой-то буквой х. Число 6 – это какая-то буква у. Число 1 – это будет z. Что должно быть написано между числами x и y? Их разность. x – y. Что должно быть написано между шестеркой и единицей? Их разность. y – z. Отлично. Теперь пишем, что по правилам образования треугольника Паталя написано вот на этом месте. 21 от 15 плюс 6. Что такое 7? Это 6 плюс 1. Это y плюс z. А вот теперь вопрос. Какое число написано здесь? Ответ. Вместо вопросительного знака по правилам образования треугольника Паталана должна быть написана сумма вот этих чисел. x – y и y – z. Эту сумму я могу найти очень легко. К x – y прибавляю y – z. Получается, смотрите, что. x – y плюс y – z. Минус y плюс y. Получается в результате x – z. Таким образом, вместо вопросительного знака по правилам образования треугольника Паталана должна стоять разность x и z. Но, с другой стороны, если я из числа x плюс y вычту y плюс z, то смотрите, что у меня получится. Из x плюс y вычту y плюс z. Получается x плюс y минус y минус z. y минус z. Получается то же самое. Все, тянем доханов. Я доказал связь между треугольником Паскаля и треугольником Каталана. Оказывается, что числа треугольника Паталана – это разности соседних чисел треугольника Паскаля. Плацетия. Это мы с вами сделали. Теперь давайте перейдем к следующему, уже четвертому на сегодняшний день – определению по чисел треугольника. Расстановьте скобок или идите как. Вы знаете, что скобки нельзя использовать в математике только так. Всегда каждая открывающая скобка должна соответствовать скобка открывающая. Вот я сейчас выпишу на доске всевозможные правильные скобочные структуры, в которых одна пара скобок, вот такая пара скобок можно единство восстановить. Две пары скобок, три пары скобок, как могут быть расположены. Вот уже три способа. На самом деле, условно, есть еще. Вот есть такой замечательный сбух. Что есть еще? Когда одна скобка открылась, а внутри нее две пары. И, интересно, что бывает еще. Кто-нибудь видит еще какой-нибудь способ? Покажи. 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 Нет, я за мной. Давай. Выходите. Вы знаете ещё способ? Пожалуйста. Давай, смотрите. Вот первый способ – это был бы второй из тех, что мы рисовали. Так, всё, зайдите. Нет? Нет, тоже способ. Действительно, все пять… Кстати, можно было догадаться просто потому, что пять – это число поталантов. У меня действительно сегодня заключаются задачи, в которых ответ – это число из названий поталантов. Вряд ли есть шанс нарисовать четырнадцать способов расстановления. Поэтому уж если придумали пять, то всё. Так вот, а сейчас я для каждого из этих спусков нарисую так называемый путь дико. Идея очень простая. Идёшь слева направо, каждую возрастающую скобку рисуешь как отрезочек, который идёт направо вверх. А каждую углубающую скобку рисуешь как отрезок, который идёт направо вниз. Пожалуйста, для каждой из моих скобочных спусков нарисуйте соответствующий путь дико. Идея, спасибо. Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. Вон, смотрите Предпоследняя картиночка Предпоследняя картиночка Здесь? Нет, перед ней Здесь? Да Ух ты! Спасибо Спасибо Да, да, да Спасибо, что меня попрали Действительно, я там в 60 Господа Не надо сидеть на занятии С мыслью, что А там что-то такое рисуют Все, что нарисовано на доске А лучше, больше Лучше, если вы успеете Какой-то еще случай разобрать Ну уж точно, что все, что нарисовано на доске В обязательном порядке Должно быть у вас тетрадь Пока вы это своей рукой не нарисуете Вы не поймете, не научите Все надо обязательно прочувствовать самому И в этом смысле То, что сейчас много компьютеров Возможность там любую картину скопировать Ничего не изменило Потому что все равно Надо любую мысль понять Не то, что вы можете там Не знаю, любой фильм себе скопировать Вы должны его еще и посмотреть Вы должны его еще и понять О чем же там рассказано И книгу то же самое Мало, что она у вас на полке стоит Ее еще и прочитать Правда? Да, отлично Что такое? Ди-ка я объяснил А теперь Я могу объяснить Как же связан Вот этот вот наш Треугольник Каталана Давайте я его отдельно Как же связан Наш треугольник Каталана С Путями Дика Значит Ребята Оказывается Очень Проставилище Если Нарисовать Обвести в кружок Все-все-все-все Вот эти вот места То Когда вы Входите По вот таким отрезкам И все время Идете Только Все время Идете Только Направо Вниз Или налево Вниз То число Которое Стоит В трубочке Это Количество Способов Пройти В эту точку Давайте Сейчас Подобно Вот в эту точку Из Этой Можно попасть В точности Пятью способов И Каждый Из этих Способов Это в точности Пультика Давайте Я специально Нарисовал Чтобы можно было Приказать Одновременно Давайте посмотрим Вот Три раза Вверх Три раза Вниз Смотрите Как это будет рисоваться Здесь Три раза Вправо Вниз И Три Раза Сюда Видели Это Один Скоб То есть В чем Идея Открывающую Скоб Мы с вами Изображаем Теперь Не так Как я Здесь Рисовал А при помощи Вот такой Вот стрелочкой А Закрывающую Скоб Мы Сейчас Будем Рисовать При помощи Движения Вот Такого Сейчас Все Я сейчас Все покажу Вот У нас Есть Буддика Поворачиваем Его По часовой Стрелке На 90 Градусов И Я Показываю Как идти Вот так И так Все Увидели? Отлично Следующий Буддика Два раза Вверх Два раза Вниз И потом Еще Вверх Вниз Так 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 Следующий Буддика Вверх Вниз Вверх Вниз Следующий Путь Два раза Вверх Вниз Вверх Отличная Струб Это Некоторые Маршрут Который Начинается В самом Верху Треугольник Талана В самой Верхней Точке и заканчивается где-то здесь, то есть если у нас 3 открывающие скобки, 4 закрывающие, пойдем сюда. Так, у меня, да нет, уже, пожалуй, не нужно больше вариантов посмотреть. Я считаю, что это понятно, я считаю, что это понятно. Так, кстати, а почему у нас число, это сумма тех, которые над ним слева и справа? Ответ очень простой. Дело в том, что если нас интересует задача о том, сколькими способами можно пройти из самой верхней точки, например, вот сюда, то решать эту задачу можно так. Можно сказать, что все маршруты, которые ведут в эту точку, это маршруты, которые либо проходят через девятку и последним шагом идут направо-вниз, либо проходят через пятерку и последним шагом идут налево. То есть последний шаг маршрута либо такой, либо такой. Ну и дальше вы еще немножко подумаете, то поймете, что задача, собственно, уже решена. О чем сейчас уголок? Представьте, что имеется шаховная доска. И ладья, которая начинает маршрут в клетке А1, заканчивает в клетке H8 и не имеет права подниматься выше диагонали, которая соединяет эти два угла А1 и H8 между собой. Давайте я покажу заблестные глядочки. Вот сюда нельзя. Нам на диагональ нужно. Выше диагонали нельзя. А еще лучше я буду сотрудничать. Все, что выше диагонали, это просто запрещенные пятки. Поэтому давайте я их просто сотрудничать. Все, вот этого нет. Разрешено каждым ходом подниматься на одну клеточку вверх или же сдвигаться на одну клеточку вправо. Сколькими способами можно, повторяю, начав движение в левом нижнем углу, закончить движение вправо вверх. Если вы сегодня внимательно сидели на этом занятии, то вы довольно быстро скажете ответ. Между прочим, это была задача от числах каталана, которую придумал Леонард Леонидов. Вот, собственно, с этого и с многоугольников начиналось. Сколькими способами ладья, двигаясь только вправо или вверх, может из нижнего левого угла попасть в правый верхний угол? Сколько? Семь. Семь. Ответ не верен. Способов гораздо больше. Да? Два. Один. Если семь мало, то как вы считаете? Восемь. 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 Нет, вы порисуете? Ищите. Следующая задача. Ладья начинает движение в нижнем левом углу. И каждым своим ходом, такая непредельная ладья, каждым ходом сдвигается на одну клеточку направо или на одну клеточку вверх. Требуется ответить на простой вопрос. Сколькими способами эта самая ладья способна добраться до верхнего правого угла? Пожалуйста, сколько способов? 489. Ответ неверен. Дальше. Тоже неверно. Сколько? Еще хуже. Да? 64. Тоже неправильно. Говори. Ну? Тебя, ну зачем пробовать? Подумайте. Подсказка. Вы когда ищите разные способы, то вы, конечно, один способ нарисовали, второй нарисовали, десятый нарисовали, а после этого запутались. И за счет этого у вас, разумеется, получится меньше. Или в какой-то момент вы начнете один и тот же способ поместить красочек. Нужна какая-то система. Подсказка. Это очень важная подсказка. Не надо сразу, когда вам дают такую задачу, не надо сразу решать задачу про эту глину. Решите сначала про эту глину. Сколько способов? Один. Смотрите. Один. И? Два. Два способов? Два. Вы скажете, что это очень далеко от того места, которое нам нужно. Согласна. Но зато ответ мы знаем. Есть же правило. Если вы потеряли ключи на темной, притемной улице, где надо искать? Под фонарем. Надо сначала проверить все светлые места, потому что там видно, там у вас есть шанс найти. А если вы забросили его в стоксенок, шансов гораздо меньше. Так вот, ответьте же мне на простой вопрос. Сколько способов, начав в этой клетке, закончить движение в ней же? Один. Ничего не делать можно единственным способом. Ребята, то, что мы сейчас делаем, называется математическая редукция. Для того, чтобы решить задачу для большого числа, для удаленной клетки, мы начинаем решать с ближних лет. И давайте же продолжим. Сколько способов, начав здесь, закончить движение здесь? Один. А здесь? А здесь? А здесь? Значит, объясняю почему. Если вы поднялись, то спуститься уже не получится, потому что у нас есть только возможности вверх, но нет возможности ввниз. Значит, действительно, и здесь, и здесь написаны у нас единицы. Отлично. Сюда сколько способов? Два. Неправда? Два. Один. Так. А сюда? Два. Нет, не два. Три. Показывай. Раз. Два. Три. Три. Четыре. 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 Пять. Четыре. 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 Вадите. Один способ. И второй. Два способа. Три. Двадцать. Пять. Это очень важно. Это очень важная штука. Пять способов. Я сейчас, конечно, всем покажу. Посмотрите. Раз. Второй способ. Третий способ. Это все проходящие через этот метр. три способа, а также четвертый способ, пятый способ. Здесь действительно 2 плюс 3 по очень простой причине. Можно прийти снизу, последний шаг сделать, снизу вверх, а можно прийти слева. Значит, здесь у нас с вами будет пятерка, здесь будет число 9, здесь 14, 20, 27. Быстро заполняйте всю таблицу, и я тоже вместе с вами. 14, 28, 48, 75, 42. Здесь у нас с вами стоит число 90. Так, вот ответ 429 способов. У вас бы ни за что не хватило терпения. Все эти 429 способов. Но вы должны понимать, что мы посчитали их количество. Не вывесали все. 429 шахматных дозов я не стал рисовать. Хотя муква. При помощи компьютера, то есть, может быть, это быстро делается. Муква. Но не буду. Потому что я сумел посчитать. А теперь вопрос. На что похожа та картинка, которую мы с вами только что сделали? Поехали. На треугольнике таланта. Ну, я не знаю, как это объяснять. Мне кажется, что каждый человек должен просто сам это увидеть. Что, вот смотрите, вот этот ряд единиц, это в точности вот этот вот нижний ряд единиц. А вот этот диагональ в точности то, что в треугольнике Трикаталана стоит по вертикали. Таким образом, мы с вами увидели, что маршруты ладьи соответствуют путям в треугольнике Трикаталана. И тем самым, если будете менять размеры шахматой доски, то каждый раз ответом будет очередное число талантов.